Привет! Это первый юбилей в его жизни. Мы просто обязаны устроить ему праздник. Да, да, Коля, ты прав. Несмотря на то, что времени мало, мы настоящий вожатый способен сделать всё, что угодно за три секунды. На этот случай у нас есть подходящий мастер-класс по проведению дня рождения ребёнка в лагере. Но, как и любое лагерное мероприятие, подготовка занимает совсем мало времени. И в его лечении используются все подручные материалы, в том числе цветы, свечки и все любимые воздушные шары. Казалось бы, это самый обычный элемент на любом празднике, но полёт вожатской фантазии способен оживить всё, что угодно. И в этом нам поможет убедиться виртуоз шарового жанра мастер надувательства, клоун Ирина. Привет! Привет! Всем привет! Ребята, я пришла не один раз, а с вами другая, ребята. Вот, он будет у нас здесь сидеть и радует. Ответьте мне на вопрос, самый лучший подарок, этот подарок сделанный чем? Своими руками. Своими руками и сейчас, своими ручками, мы будем делать подарок. Сейчас, мои помощницы, раз, два, три, два. А кому не хватит, я ещё вас расскажу. А жюри нам тоже поможет, пожалуйста. Для того, чтобы тоже сделать подарок. А я помню. А если ловнут, будут небольшой фермер, мы вам новые сделаем. У всех есть? Не боюсь. И что, не просто вам, что там, в какие-то вопросы, конкретики. Лучший друг человека, это кто? Собака. И сейчас из этих шагеров мы сделаем такую маленькую-маленькую собачку. У собачки что есть? Морточка. Морточка. Носик, правильно. Давайте вот эту носикочку будет носик. Так, вот эту носик только носик будет. Хорошо? Собачка, первую очередь, это головка, да? Мы отмеряем вот столько, немножечко, вот колбаски, сортель, капочки, можете её, нажать коблеткой можете, можете черемешкой носить. Вот, это будет наш морточка. Вот такие вот носики. Потом что есть? Собачки есть? Уши есть? Уши. А сколько ушек? Баааа. Правильно. И теперь мы отмеряем ещё немножко. Голоски вот такой. Вот так называемый. Только побольше наше морточка. Отмеряем побольше. От мордочки побольше расстояния. И причём, чтобы в доме было... Так, давайте, помогу-помогу. Морточка. И ушки. Если вы, ребята, стырнули, один раз шарик попрошу вас, второй раз старайтесь его не сворачивать, потому что оно лопнет. Шарик одноразовый. А вот, например, в мордочках. Получилось? Ножки будут маленькие. Интересно, какая-то пара это получится. Держи, так, всё получится. Она мне разворачивается. Иди на нос. Да. Мордочка с носиком. Отмеряем, где заходи. И вот такие, получается, ушки. Вы не бойтесь, они не кусаются. А если лопнут, будет небольшой фельдер. Это все правильно. Ребята, когда вы завернули, придерживайте, чтобы обратно не стынулось всё время. Вот так. Получилось? Получилось, ребят? Получилось? После ушек что идет? Шея. Туло ещё сразу. А у меня шея идет. У собачек тоже шейку делает. А длинную шейку вот так вот. Смотрите, примерно на глаз отмеряем расстояние. Чтобы было похоже на шейку. И заворачиваем, заворачиваем, заворачиваем. И придерживаем, чтобы обратно не взвернулось. Это у нас не получится. Не бойтесь, не бойтесь. У меня ещё шариков много. Я боюсь. Завернули? Да. После шейки что идет у собачки? Ножки. Ножки. А сколько ножек передних? Две. Две. Правильно. Да ещё делаем ещё одну артельечку. Вот так вот. И потом, чтобы такое же было расстояние, у второй. Вот так вот тоже заворачиваем. Вы не бойтесь. Вот. Вот такие вот заканки получились. Вот такие. Вот такие. Получились? Нет. Так, я подойду и помогу вам. Сюда. Завернули. Получилось. И заворачиваем ещё. Раз и два. Вот так. Так они так. Правильно. Молодец. 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 Правильно. Правильно. Помогу. Молодец. Молодец. Вот так. Сулы ещё отмерили, закрутили. Много не надо. Не придерживайте всё обратно. Не раскручивалась. Правильно. Так, а мы поможем тебе? Вот так, а мы поможем тебе? Так, давайте, кому поможем тебе? Поможем тебе? Забытила? Вот так вот. Одно. Какой помощь, ребят? Покажите своих собачек. Вот такие вот. Вот такие вот. А у вас получилось? Помогите мне бросить дома. У тебя получилась, ребят? Да. Вот такую вот красивую собачку вы можете подарить своему ребенку в лагере. Ему очень будет приятно. Потому что шарики в день рождения – это самый главный подарок будет для него. А если вы сделали его тем более своими руками, то это вдвойне будет приятно. Так что, до новых встреч. Ну как, ребята, вам понравилось? Да. Вы не забывайте о том, что нужно соблюдать элементарную технику безопасности. В данном случае она означает, что следует надувать шарики либо утром, либо днем. Но ни в коем случае не в помещении, поскольку он в любом случае может лопнуть, что может напугать ребятка. А то иметь еще более огромные последствия. А чего же с нетерпением ждет каждый именинник? Подарка. Действительно это так. А ведь лагерь – это именно то место, где все от мала до велика учатся делать подарки своими руками. И самое главное – от чистого сердца. Подарком может служить любой элемент творческой деятельности, которая осуществляется в кружках в лагере. Это может быть фенечка. И в данном случае мы вам, конечно же, подарим. Это может быть песня, танец, пляски, все что угодно. Также это может быть… Также, если у ребенка день рождения выпадает на основной период, то мы можем наступить ему день ангела. В этот день мы будем дарить ребенку маленькие сюрпризки каждую минуту. От каждого дня. Но самый главный подарок – это внимание. Это атмосфера, в которой все происходит. А это легко сделать, играя с ребятами в различные игры и шутки-минутки. Так, например, можно разделиться на две группы и попробовать сделать имениннику скоростной открытой. Что мы предлагаем вам сейчас сделать? Я думаю, это у нас будет первая группа. И отлично. Ну, как мы предлагаем каждую из команд по маркерам? Вот. Вот вверх. Вот вверх. И вот вверх. А теперь на скорость ребята будут побегать к авокату и рисовать все, что им становится. Конечно же, мы будем для разведения. вверх. Я думаю, вам понятно. Вот у нас первая половина. На все про все у нас с вами будет буквально две минутки. Время пошло. Раз, два, три. Давайте, можно, поддержим? Да, 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 да. Звучит word « driver» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А незабываемое поздравление можно сделать, сыграв 10 прилагательных. Ваша задача назвать 10 и будут прилагательных. Какой он называть? Я их запишу, и все. Любые прилагательные. Коричневые, гиперболические. Вау! Все, что угодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Канонический первый есть. Отлично. Ортоканальный. Канонический. Ортоканальный. Яркий. Яркий. Сказочный. Веселый, сказочный. Шумный. Веселый. Сказочный, шумный. Сказочный. Восхитительный. Восхитительный. Ну, еще, еще мало. Интересно. Интересно. Волшебный. И последние два. Волшебный и зажигательный. Волшебный. Какие зажигательные. Мы записали ваши, именно ваши прилагательные в нашу открытку. И вот, что у нас с вами получилось. Канонический и ортоканальный Сережа. Поздравляю с тебя, с твоим ярким днем рождения. Желаем тебе оставаться самым веселым сыночком для твоих сказочных родителей. Мы очень рады, что такой шумный и появился на свет именно в этот восхитительный и интересный день. Твои волшебные и заманчивые друзья. Очень оригинальное поздравление. Можно испортить. Что мы, наверное, и сделаем. Также, какой день рождения может пройти без каравая. Можно сыграть в эту всем известную игру. Давайте все выйдем. Кто хочет быть сегодня именинником? Вы хотите. Вставай из центра. Будем делать песенку. Я думаю, всем мы известны. Или почти всем. Так, представься, пожалуйста. Анжела. Анжела. Слышно. Как нам же. Анжела. Альпом. Альпом. ПОССИТ. Мой. ПОССИТ. 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 А теперь мы ускоряем наш темп. Нет, вы остаетесь вместе. А теперь еще быстрее, быстрее. Каравай, день рождения, не стекли мы каравай. Вот такой уж жены, вот такой уж жены. Вот такой уж жены, вот такой уж жены. Каравай, каравай, кого можешь выбирать? Я люблю, конечно, всех, но... Да, что же вы? А теперь еще быстрее. Как вы дожди, день рождения, не стекли мы каравай. Вот такой уж жены, вот такой уж жены. Вот такой уж жены, вот такой уж жены. Каравай, каравай, кого хочешь выбирать? Я люблю, конечно, всех, но пельмину больше всех. А давайте кто тысяч раз медленнее. Это мы... У нас жены, рождены, и спины, и стекли. А теперь постели! Край, вот такой уж жены, вот такой уж жены. Вот такой уж жены, вот такой уж жены. Я люблю, конечно, всех, но Вику больше всех. И таким веселым занятием можно заниматься все время. Несконечно. Пока все еще. Давайте присягнем. Кстати, Акараваев, без него как раз не обходится один из дней рождения. К тому же его можно сделать своими же руками. Но никак нельзя забывать, что мы находимся в детском лагере. А это значит, что нужно соблюдать нормы санкина. А именно по ним требуется, чтобы в торте не было ни сметанного, ни белкового крема. К тому же нужно все делать в соответствии с техникой безопасности. И прежде чем начать готовить, нужно проверить в медпункте, нет ли у вашего ребенка аллергии на соответствующие ингредиенты. Можно попробовать сделать такой торт всем вместе, устроив кулинарный день. Но не забывайте, что для этого нужно заранее обговорить с администрацией. Но технику безопасности и здесь никто не отменял. И лучший способ ее соблюсти, это подружиться со столовой. Поэтому к тому же именно в столовой будете кушать и готовить. Тем более, по санкину это единственный возможный способ сделать торт своими руками. Один из рецептов такого счастья мы сейчас вам продемонстрируем. Все, что вам требуется, наиграй. Совсем немножко и все это разрешено. Бисквитные коржи, банан, хири, сгущенка, шоколад и какао. Сливочное масло. Сливочное масло. Перемь и сгущенка. Нанести на первый торт ровным слоем. Оно отбережать только миха. Надо же для крема. И так же самое для крема. Готовый торт украсить шоколадной крошкой или какао. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Поэтому попробуйте торт, чтобы понять, как здорово будет вашему ребенку А теперь, когда у всех есть по кусочку торта А кому-то, видимо, уже по два Или уже почти у всех Мы хотим между делом вам предложить оценить все-таки нашу работу, которую мы сегодня проделываем Для этого у нас есть три свечки Есть зеленая, есть красная, есть желтая И в соответствии с цветом свечки мы просим вам оценить нашу работу, наше качество Зеленая вам полностью понравилась, красная – нет, вы никуда не годитесь, уходите отсюда, убирайте смартфака И, наконец, желтая – ну, выбори ничего, так себе Ваша задача – попробовать торт Попробовать торт для начала, да А потом выбрать свечку именно такого света, какого мы заслужили, по вашему мнению Все в соответствии с правилом светофора Да, все в соответствии с правилом светофора Мы предлагаем вам оценить нашу работу по трем цветам Зеленый – очень здорово, красный – очень плохо, и желтый – ну, ни туда, ни сюда Средний как-то Поэтому подходим, берем свечки, ставим вот на этот менее реальный торт, чем тот, который у вас Не менее вкусный Блин, мне прицепилось? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Помните, что наша жизнь – это совсем не те мгновения, которые уже давно прошли Но именно те, которые нам хорошо запомнились Так сделайте же так, чтобы день рождения вашего ребенка из отряда стал ярким и незабываемым Возможно, вы тот единственный человек, который сделает день рождения этого ребенка именно таким Который очистит его Ведь в этом наши с вами работают